Доброго дня, я даю всех. Не покидай меня, прошлое, не покидай меня. Мне в этом мире без тебя нет смысла жить, и мне не важно, что наступить. Арт и мирарь позволят уйти с тобой. Рождаем лишь призрачный мираж. Коллеги мыслей создают умение, убогий мир, в котором надо страдать. Ведь миражи рождаются в пустыне, и нам в пустыне с ними умирать. Отпочитание. Поперед далека дорога, така сама, як звідси до самого Бога. Кам'яниста, болота, з лихими ветрами, вщепла слита, грудна и оглухла путами. Мне же тогда, когда все было хорошо, когда все будет дома, когда должны члены члены не нашли именно Бога в кем-то другом. Мотивация к охране, тоже на доме. Солнце ховается в чашки цельницкого дима. Падает яблоко, просто прийти и ешь. Кишка на захід внувается, восемь годинок. Дед и коханый, скорейши на дом не дышь. Дыхает вирь, усна ароматами клумбы. Крест разноїнтя цель, струкнут конфликт в воду. Сглядом печальною просящей столухи, лебедом детским, красавцем высоким. После, воюгая щедрых мазерин, сон губочками свернутся у сердца. Душа так сюда стремилась, тут многим нервана, рай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Забути численні всі треба, відкинути подвічну дину. З'єднатись з росою на травах, змережити сорт сам думки. Лілина збирать на заплавах, торкнутись твоєї руки. Царапить ветка по ладони кошачьей лапкой, И покаянна гость уронит полину сладкой. Іюль поступить против правил. Кондитер пудрый десерт изысканный приправит полынной пудрой. І аромат воспоминанье о давній лете, і болі, і сладість ожидання в одному букеті. А к деду в глибіне букеті полыння нота, і ставить в другу к минуту эту понятній що-то. Ну поскольку лето, немножко пролету, любовь мене снова лежать, была осенній взятой великой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Меніноші, навіть, кому-то варся висковат, Меніноші висковат, но я пай так вісене сзади про дёць называється «Паракулачка» по сути дапу. Я сама включаю, поэтому пай так по це раносити, к каноникам. Каноникам правильно. Працюга Меніноші Меніноші Готовили это мероприятие мы с Натальей Чемлай и Оксаной Лукаш. И мы, естественно, это все систематизировали. Они предложили темы. Я говорю, так давайте наши гости тоже в этих темах будут читать свои произведения. Я, конечно, помогла разработать какой-то сценарный план. Философия жизни, интимная лирика, батькивская хата, то есть это о маме, о папе, о доме, о детях. Природа летом, потому что сегодня тема нашей встречи, фантазии на тему лета. Это, между прочим, строчка из стихотворения Натальи Чемлай. Правда, оно звучит по-другому, фантазии на тему лета. Никакой даты не было такой, чтобы мы хотели подготовить это мероприятие. Просто так совпало, что, видимо, время отпусков у людей, и они могут себе позволить приехать в наш город, посмотреть. Сегодня очень многие первый раз в нашем Южном. С города Ильичевска у нас гости, поэты и наши южненские поэты. Мы сегодня собрались в такой литературно-музыкальной гостиной, в литературно-музыкальном салоне, для того, чтобы познакомиться друг с другом. И достроить, наверное, вот тот мостик творческий, который я начала строить еще весной, когда поехала с сольным концертом в город Ильичевск. Люди знают, что у нас есть литературные студии, и очень известные литературные студии, хорошие поэты. Я считаю, что это необходимо просто и для нашего города, и даже для этого комплекса, для того, чтобы побольше людей узнавали, что есть такой красивый город на берегу Черного моря, что есть такой замечательный комплекс, в котором есть такой замечательный зимний сад. Особенно летом очень приятно здесь находиться. Мы, получается, не варимся в собственном соку, а обмениваемся новой какой-то информацией. Мы видим новые лица, мы слышим новые слова, новую поэзию, какая-то живительная какая-то новая струя. Вы знаете, у меня есть такое понятие «женская поэзия». Вообще это неправильно, но она есть. У женщины стихи рождаются, когда она картошку чистит, белье гладит, когда она ребенка за руку берет. То есть у нас немножко другой подход к жизни в самых неожиданных местах. Кричит чайка, мне кажется, она кричит в размере стихотворения, она ямбом кричит. Волна набегает, это такой длинный-длинный гигзаметр. То есть вот все, что окружает, это все вдохновение. Человек новый или знакомый, наоборот, какое-то общение отовсюду, из жизни. Я в прошлом году в сентябре переехала в Ильичевск, познакомилась с летоведенением имени Домрина. И вот три недели назад они меня пригласили в город Южный. Я пишу в основном о любви, как и многие поэты, но все-таки со временем замечаю, что темы расширяются, развиваются. Поэтому думаю, что тем со временем будет все больше и больше. Просто с детства вот стихи идут и развиваюсь. В этом году в апреле пополнила ряды Межрегионального Суиза писателей Украины.